А если мы сделаем так? Если мы сделаем так? И? И? Что это вообще такое? Что это с собой? Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт-обзор новой версии. Точнее, нового снэпшота, который вышел вчера. Да, ребята, кто не знает, это новая версия Майнкрафта 1.9, которая официально выйдет, я надеюсь, то, что в 2016 году. Но сегодня у нас на очереди новое обновление, которое принесло нам много новых крутых изменений. Как вы знаете, то Майнкрафтовцы приносят в игру большущие изменения с каждым новым обновлением. Они все не перестают нас радовать, удивлять и в какой-то даже степени иногда бесить, потому что крылья и вот это все это уже в какой-то степени чересчур. Но ладно, ребята, по этому поводу мы рассуждать не будем. Мы сейчас будем рассматривать, что и какие изменения нас ожидают в этой серии. Но перед этим я бы был очень сильно рад, если мы поставили лайк. Ребята, если мы наберем 1200 лайков, я вас прям каждого расцелую. Одна секунда, чтобы поставить лайк. Это несложно. Но я буду очень сильно рад, ребята. Вот честное слово, как только мы наберем 1200 лайков, я в ту же секунду вам выкладу новое видео, выложу, ребята. И вы получите свое видео, как только мы наберем лайки. То есть, хоть два, хоть три видео в день. Ребята, это зависит только от вас. Я действительно вас очень люблю. Ценю своих подписчиков. В принципе, ты также можешь стать моим подписчиком. Все, что тебе нужно, это просто подписаться на мой канал, нажать на кнопочку, которая находится в том углу или под видео. Ребята, я буду... Ой, я прям честное слово пожму вам руку и поцелую. Ну, как друга. Если вы, конечно же, поставите лайк, наберем 1200 лайков, выходит новая серия и подпишитесь на мой канал. Да, ребята, а мы приступаем к самому видео. Что нас ожидает новой версии Майнкрафта? И какие изменения нам принесла вот эта версия? Точнее, вот это обновление снэпшота? Давайте посмотрим. Первое обновление это то, что в какую бы вы сторону не смотрели, в ту сторону будет смотреть ваша лошадка. Кто играл в Майнкрафт уже давно, кто помнит, как это все было, то вы смотрели в сторону и просто крутились сверху лошадки. Лошадка что-то там гуляла, кушала травичку, но вы крутились, как будто танцевали на ней, да? Но сейчас нет, ребята, в любую сторону, в которую вы смотрите, туда смотрит ваша лошадка. Это очень даже круто. Но баги, связанные с лошадкой, так еще и не пропали. Кто не знает, какие баги, те, что... А если ты будешь путешествовать на лошадке в те... В то место, где у тебя еще не прогружены чанки, то они, в принципе, грузиться не будут, и у тебя будет очень сильно лагать Майнкрафт. Но мы надеемся, что они исправят этот баг. Но, ребята, мы не будем медлить и сразу же приступаем к следующему изменению. Что они поменяли? Они поменяют текстурку арбуза. Сейчас арбуз и один, и другой смотрит в одну сторону. То есть, они смотрят сейчас налево. Кто не знал, то в предыдущих версиях вот этот арбуз вроде что на первом месте смотрел вот в левую сторону, как сейчас, а вот этот смотрел в правую. Сейчас они это поменяли. Я не знаю, зачем. Может, разработчикам Майнкрафта нравится, когда арбузы смотрят в левую сторону, а не правую. Фиг его за. Но все же, ребята, это факт, и оно так и есть. Также они поменяли двери. То есть, сейчас двери будут... Ручка на двери будет ставиться в том направлении, в котором вы ставите двери. Если, допустим, вы поставите в левую часть блока, то дверь будет открываться в левую сторону. Если вы поставите в правую часть блока, то дверь будет открываться в правую сторону. Я не знаю, мне кажется, такого раньше не было в Майнкрафте, потому что все-таки это новое обновление, и в обновлении об этом говорилось. Если так, то мне кажется, так оно и должно быть. Допустим, вот такой какой-то домишко, да, сделать. Конечно, если вы вот сделаете в этом роде, то есть вот так, то двери, конечно, будут Остакаться в какой-то степени И будут открываться вот так Но если вы хотите по отдельности, то смотрите Как это будет выглядеть, в левую сторону и в правую сторону В принципе, пускай будет Почему бы и нет, но мы сразу же приступаем Еще к одному обновлению Самое интересное, ребята, у нас В конце, да, вы увидите, что нас ждет Нас ждут прям какие-то стрелки В Майнкрафте, там команда На команду будут драться И также бесконечный То ли баг, то ли задумка В разработчиков бесконечные Зелья В Майнкрафт, да, то есть Мы посмотрим, как это все работает, но сейчас Что нам нужно сделать, ребята Вот давайте посмотрим Давайте посмотрим Что они сделали с мечом Он наносит сейчас массовый урон То есть массовый урон А в той степени то, что если Вокруг вас находится куча других Куча других врагов А вы бьете только одного врага То вы не только ему будете наносить урон А вы всем, кто находится вокруг Будете наносить урон Это очень круто, вот что-что Но это мне понравилось Допустим, мы ударим одного кролика Смотрите на показатель урона Сейчас, вот давайте вот так ниже Мы ударили одного кролика Но радиус поражения задел всех кроликов Которые находились в этой яме Допустим, сейчас мы попытаемся убить одного кролика Давайте даже зачарим себе Даже зачарим себе меч на шарпнесс На... вот так Майнкрафт шарпнесс 5 Меч на шарпнесс 5 Ударим одного кролика, но посмотрим Скольких кроликов мы убьем Давайте посмотрим Прыгнем Прыгнем, я сказал И смотрите Еще раз, еще раз, ребята Вот, еще раз, давайте Вот Двух кроликов с одного удара Их вообще кучу И смотрите Офигеть Ребята, то есть вы видите Мы наносим только один урон Но... только один удар Но мы бьем Вот смотрите, сейчас круто будет выглядеть Вот Сразу четверых или там троих я не считал Но по сути Мы бьем только одного кролика Но удар находится По всему То есть урон наносится По всему радиусу поражения Это очень круто Потому что Ну, согласитесь Что когда возле вас там Два или три монстра находились Вы били только одного То Вам еще потом нужно другого было убить Потом еще другого Потом еще другого А сейчас, ребята Если вы находитесь возле одного монстра Но бьете другого То и первому монстру Тоже нанесется урон Это очень круто Я не знаю, ребята Но вот это изменение Мне очень сильно понравилось Да Сейчас мы рассмотрим Стрелку в Майнкрафте Да Банда скелетов На панда пигменов Как вы думаете Это будет выглядеть? Давайте посмотрим Давайте заспауним скелетов И дружков Дружков скелета Вот допустим Вот так, да Куча скелетов И противоположная Банда панда пигменов Вот как это все будет выглядеть И давайте посмотрим На скелетов Вот сейчас Сюда чуть-чуть ближе И давайте Пускай кто-то скелетов У нас В нас попытается выстрелить И они попали в пигмена И потом было, ребята Так Давай, давай, давай Все Порешали, порешали Давайте еще раз Скелетики Скелетики Давайте еще раз Давайте еще раз Вот, вот, вот Стреляйте прямо в меня Давайте Я нахожусь вот тут Давайте Во, во, во Тут потопали Банда пигменов На базе скелетов Давайте, давайте, давайте Все на одного Давайте Они прямо сзади Такой шайкой ходят Такой бандой Один за всех И все за одного Скелета Так, нет, нет Мы тут ни при чем Это он ударил Это был я Все, все Мы не виноваты Но это действительно, ребята Очень круто А если мы, допустим Заспавим еще кучу Других монстров И прям Устроим Хрен его знает что Хрен его знает что Вот давайте мы сейчас Вот такую Кучу 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 И посмотрим Как это все будет Быть Прикиньте Вот эти все монстры Будут сражаться Между собой Без каких-то Либо модов В Майнкрафте Изменений Это будет обычный Майнкрафт Где будут Какие-то Воины Монстров То есть Монстры будут воевать Друг против друга То есть Кто-то кого-то ударил Ага Пришел его братишка Ты что Ты трогал Моего меньшего брата Зараза Вот тебе сейчас И капот будет О, давайте, ребята Вот 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 так Давайте Вы готовы, ребята? Вот так Потопали Давайте 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 Это офигеть Как круто выглядит Все на одного Давайте, ребята А если А если Мы сделаем так Если Мы сделаем так И И Что это Вообще Такое Что это Собой Офигеть Ребята Просто посмотрите На вот это Банда Фигменов Офигеть Все Порешали Порешали Все Вроде все Да Разобрались Ладно Потом Ребята Смотрите Следующие изменения В майнкрафте Да В предыдущих версиях Майнкрафта Вы могли спрятаться От любого Моба В кустах Или В траве Допустим Если вы стали В такую Двух Блокную Траву Можно и так Ее назвать Да Трава Которая Растет В 2 Блока То Моб Вас мог Не заметить Так как Например Крипер В тростнике Но сейчас Они сделали Так То что Моб Все таки Сможет Вас заметить Если вы Даже Прячетесь В этой Траве Это 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 Мне Мне Не Не Понравилось Потому Что Это Была Такая Небольшая Фишка То Что Мы Любые Игроки Могли Забежать В траву И просто Спрятаться От любого Монстра Но сейчас Ребята Это Не подействует К сожалению Но не будем Расстраиваться Потому что Впереди Нас ждут Еще Очень Интересные Изменения В первую Очередь Я бы хотел Вам Сказать То Что Сейчас Сейчас Вы Сможете Дюбать В какой-то Степени Дюбать Но может Это Пак Или Может Это Какой-то Может Это Даже Задумка Разработчика Но Давайте Посмотрим Если Мы Тут Сделаем Снеговика Вот Допустим Так И Вот Так И Он Будет Тут Сидеть И Отсюда Не Сможет Выйти Потому Что Как Видите Тут У нас Есть Полублоки Которые Просто Не Позволяют Ему Выйти Он Будет Тут Находиться И В другой Стороне Мы Заспауним Зомби И Подумайте Что Произойдет Пока Я Буду Объяснять В новых Версиях Снапшота Смотрите Что Они Сделали Смотрите Что Они Сделали Если Вы Кидаете Какой-то Предмет В Паутину То Этот Предмет Будет Находиться В Паутине Как будто Застрянет Вот Допустим Еще Раз Он Застрянет Но Он Потихоньку Будет Падать Вниз И Как Видите Предмет Упал Вот Сюда И Переместился В Сундук То Это Даже Офигенная Система Для Перемещения Предметов Но Это Еще Не Все Как Мы Сможем Делать В Бесконечные Снежки Бесконечные Снежные Блоки То Раньше Вам Нужно Было Ходить За Снеговиком Вот Так Например С лопатой Вот Это Все Добывать 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 Если Вам Если Вам Там Снега Много Хотелось Далее Просто Ходить В Снежном Биоме Но Сейчас Вы Можете Сделать Дюб Этого Снега Если Мы Противоположно Снеговику Поставим Зомби Допустим Зомби Вот Нет Нужно Ночь Включить Таймсет Найт Вот Так То Зомби Тут Останется А Снеговик Начнет Стрелять В него Снежками Чтобы Его Убить Он Его Видит И он В него Сцелится И стреляет Но Снежки Не долетают Потому что На преграде Стоит Паутина И он Бесконечно Будет Стрелять 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 Снежки Будут Собираться Тут И перемещаться Сундук Как вы видите За пару секунд У нас уже Насобиралось Почти Два стака Вы можете Просто сделать Вот так Стать тут Или где-то На безопасное место Чтобы вас Никто не убило Вот тут Допустим И пойти кушать Прийти через 20-30 минут И у вас уже будет Полный сундук Снежков И полный сундук Снежных блоков Да То есть Снега Но это еще Не все Что Вы сможете Сделать Что будет Еще намного Интереснее Чем вот это Вы сможете Сделать То же самое Что снеговиком И зомби Но только С помощью Ведьмы И самого Себя И что Это вам Даст Вы сможете Таким же Образом Как только Мы собираем Как только Что Мы собирали Снежки Вы сможете Собирать Зелье Да Ребята Давайте посмотрим Мы тут Спавним Ведьму Которая Которая Очень нагло И смеется Прям не знаю Кто И станем Вот сюда Сюда Выключим Гейммод И посмотрим Что будет Происходить Ведьма Мы тут Ау Ты тут Да Слушайте Она Продолжает Видать Зелья И смотрите Зелья Вот тут Мы их Видим Она Кидает Она Кидает Она Нас Видит Мы ее Видим Она Нас Атакует Но она Не может Выйти Со своей Клетки Как Так же Как И мы Вы можете Тут встать Вас никто Не сможет Тронуть Потому что Вы защищены Разве что Защищены Разве что Если скелет Ну Если тут Спрятаться Как-то В уголку То может Он вас Даже Не достанет А тупая Ведьма Которая Которая Смеется Продолжает Смеяться И думает То что Она Нас Обхитрила Нет Это Это Обхитрили Сейчас Она Продолжает Бросать На Зелья С надеждой То что Она Сможет Убить Но Нет Потому что Она Бросает 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 Но Зелья Собираются Зелья Собираются И падают Вниз И смотрите Сколько Зелий Пойзона То есть Яда Мы Насобирали Буквально За За сколько За 30 40 секунд И все И вы можете Собирать Эти зелья Вы можете Просто Вот так Встать Быстренько Сходить В туалет Там Пописать Да Вернуться И у вас Уже Полный Сундук Зелья На Яд И все Это Благодаря Одной Тупой Ведьмой Которая Думает То что Она Нас Обхитрила Носатая На тебе На тебе И все Таким образом Вы можете Дюбать И снег И также Зелья То есть Бесконечное Зелье Мне кажется То что Все таки Они Это Исправят Они Это Наверное Исправят Посмотрим Ну На данный Момент Это Самая Лучшая Часть Этого Обновления Которая Мне больше Всего Понравилась Да Ребята Но все же На этом Мы будем Заканчивать Я очень Надеюсь То что Вам Эта Серия Понравилась Ребята Это же Будущая Версия Майнкрафта Это Версия 1.9 Которая Сейчас Находится Можно Сказать В стадии Разработки То есть Они Дальше И дальше Будут Добавлять Новые Снапшоты Чтобы Удивить Вас Ребята Игроков Но Также Не забываем Ставить лайки Как я уже Сказал На начале Серии Как только Мы наберем 1200 лайков Выходит Новое Видео Ребята Когда это Будет Зависеть Только От вас Секунда Чтобы Поставить Лайк Но Именно От Твоего Лайка Может Зависеть Когда Выйдет Следующая Серия Сегодня Завтра Или Послезавтра Не поленись Я тебя Прям Очень Сильно Прошу Как Настоящего Подписчика Потому Что Я люблю Своих Подписчиков Я не боюсь В этом Признаться Если Ты Подпишешься Я Действительно Буду Очень Сильно Рад Ты Ты Сможешь Меня Действительно Порадовать За одну Секунду Что Тебе Стоит Нажать На Кнопочку Подписаться И Действительно Спасибо За просмотр Если Вы Конечно Досмотрели Это Видео До Конца Я Вдвойне Благодарен Всем Удачи Всем Пока